Спички это палка и сера. Ну, знаю, это, которая зажигает огонь. А-а-а! Спички это опасные палки с огнем. Чтобы поджигать что-то. Но они очень быстро сгорают, поэтому лучше за краюшки держать. Ну, они не могут спалить. И они не смогут, ну, зажигаться. Можно огонь разжигать когда-то в походе. Взял спичку, взял коробок спичечный, положил, потёр и натял. Ого! Да! Я это уже делал! Клист один раз! Спичками нельзя играться. Спички опасные ли леса. И возражает. Или будете лесу к тебе. Ну, некоторым можно. Ну, какие старше пяти лет. Ну, да. Потому что, какие меньше пяти, они могут поджечь, во-первых, дом. Во-вторых, обжечь, обжечься. Они ещё не знают, как тушить на себе одежду или ещё что-то. А вот, какие старше пяти, например, меня. Ну, вот уже можно брать спички. С спичками нельзя играться. Но спичечный коробок может пригодиться для поделок. Вот спичечного зайчика сделать. Взял бумажки и спичечный коробок. И сделал, обернул коробок. Сделал головку зайчику. Можно взять другой коробок, обрезать, ему стенку сделать и головку зайчику сделать. Приклеить глазки, носик, ротик, если хочется. Ушки сделать обязательно. И вот усики, мордочку ему. Делать головоломки, делать и учиться, и делать домики. Но лучше, может быть, я уже не помню, какие лучше собрать. Спички бывают разного размера. И есть ещё большие спички. А сера у них такая маленькая-маленькая. И они нужны, чтобы поджигать большие вещи. Ну, я всё знаю.